и всем привет с вами полнорис и мы начинаем ежедневные записи игры под названием fallout shelter я не знаю как это назвать потому что это просто будет ежедневный как бы блок этого убежища так что как то так начинаем новое убежище я как всегда назову его убежище номер 417 потому что это у меня самая типичная убежище которую я всегда использую а он у меня используется еще со времен смартфоновых игр ну смартфоновой игры просто я там уже несколько раз начинал заново и так далее и так далее и так далее просто потому что на смартфоне часто не хватает определенной памяти для того чтобы загрузить сохранение как бы это такое себе поэтому я решил почему бы и не начать играть на пк и вместе с этим не записать это на видео у меня уже есть четыре кандидатов на места убежище как так сказать так что если вы хотите то подписывайтесь в комментариях кому куда с каким ником но наверное буду исходить некоторые у вас на ютубе окей начинаем поздравляем компания worldtech выбрала вас смотрителем убежища 417 убежище защищает людей от опасностей пустоши вы смотритель убежища вы должны развивать игру и ботировать в нормальном состоянии а также заботиться о счастье и безопасности игровых жителей каждая комната смертна с одним параметром спешл используйте это при распределении жителей шабани работ шабани были счастливы и эффективно работали волтек будет ежедневно проводить инспекции оценивать ваши результаты заботись о счастье жителей это ваш долг интересно как то что по лору как бы они все мертвы не добро пожаловать в новое убежище смотритель позвольте познакомить вас с основными принципами игры работы сначала построим комнату нажмите на значок молотка чтобы открыть минус 300 и так я так как я уже давно играю в эту игру для функционала комнат нужна энергия нажмите еще раз чтобы подтвердить итак так я давно играю в эту игру я могу сказать что первые три уровня нужно застреливать именно одноуровневыми комнатами то есть вы просто ставите комнату вот например спальню потом ставите другую комнату рандомную и еще одну комнату потому что первые три уровня это те уровни где будут у вас самые высокие прокаченные жители и это те уровни на которые будут всегда нападать рейдеры смертные когти и так далее и так далее и так далее то есть все проценты пустоши будут нападать на всех этих людей а так как у вас я скажу будет довольно много нападений есть смысл держать много держать много комнат потому что чем меньше комната тем меньше в ней опасность как бы это такое ну и к тому же грабителям приходится обратно пробегать через все эти комнаты чтобы уйти с убежища так что это удобно теперь нам нужны жители благодаря им генератор будет производить энергию смотрите новые жители уже 100 часов для рубежища вот житель давайте посмотрим на его параметры нажмите на жители чтобы открыть экран с информацией и так мы видим что у него спешл находится в основном на стиле но кстати я могу сказать что это не означает что он будет человеком который будет любить работать на электростанции это внезапно тогда вы можете увидеть параметры жителя данная информация поможет вам устроить все так чтобы житель нам работал наиболее эффективно на самом деле нет чтобы выбрать задание для жителя нажмите на него и держите кнопку мышки а затем перетащить его в комнату сделать так чтобы этот житель оказался в комнате где находится генератор да 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 привет теперь нажать второго жителя в комнату с генератором помните нужно нажать на жителей удерживать кнопку мыши а затем перетащить его в комнату я не могу построить ее параметры дверь закрылась раньше чем она успела зайти надо было раньше это делать нам сейчас ничего не дают сделать потому что этот заурел кстати приятно у нас четвертый уровень свободен можно будет поставить сюда что-нибудь еще теперь когда в комнате есть жители она начинает производить ресурсы дважды нажмите на комнату чтобы рассмотреть ее поближе если вы сильно нуждаетесь ресурсах можете воспользоваться ускорением нажмите на кнопку ускорения откроется меню ускорения вот первое ускорение вроде как никогда не фейлится так что можно ускорить ну именно первое ускорение в игре отлично мы использовали ускорение получили крышки давайте построим вторую комнату и так это у нас будет столовой жителям нужна пища она поддержит уровень здоровья поставим здесь так у нас здесь уже три комнаты поэтому нам нужно ставить лифт потому что лифт здесь будет довольно удобный еще одну комнату станция обработки воды ну чисто вода нужна жителям для того чтобы уровень радиации не повышался вот смотрите кстати интересная интересная вещь здесь у нас только две ячейки снизу уже три когда-то в одних из старых версий здесь было только две ячейки до самого конца карты то есть не было трех ячейк слева было только две хорошо что они это исправили мне нельзя ставить потому что здесь у меня будет стоять лифт который будет спускать леди вниз поэтому я поставлю ее здесь отлично вот и большие вода они помогут жителям вашего убежища протяжаться некоторое время следите за индикаторами чтобы быть в курсе того какие ресурсы вам нужны смотрите новые жители пришли ко входу в убежище теперь когда вы познакомитесь с основами деятельности смотрителя продолжайте расширять убежище заботясь о безопасности и комфорте жителей удачи окей первое мне уже флаттер написал что он хочет быть электриком ну да он электрик у меня так кто у нас здесь роберт робинсон он более менее силен хорошо дальше рожер паркер у него выносливость что нам фактически не нужно но у него будет больше уровня также игру мы отправим в пустошь ну уровень здоровья имеется ввиду бренда холл у него perception она будет лучше очищать воду хана дженкинс агилити она очень ловко и она будет хорошо разосить в еду и так далее диана лорд тоже вот да вы можете отправить жителей на разведку в пустошь для того перетащите жителя в пустошь и так у нас есть один сильный один никакой а ты у нас perception было да да это агилка и это агилка да а это perception выполняйте задачи чтобы получать крышки чтобы узнать о задачах нажмите на ленточку в меню пик боя вот они наши задачи отправить подходящие комнаты двух жителей мы получили 25 крышек всего лишь а теперь нам нужно успешно применить искорение в одной комнате это самая интересная вещь для нас будет сейчас но Роджер Паркер ну я уже спрашивал кота и он попросил меня чтобы я отправил его в пустыню пустошь что кто к нам ведет а ты кто у нее ничего нет о боже ну иди сюда ты иди на пустошь разведывай ага вы заполнили жилое пространство убившая доказа построите больше жилых комнат чтобы прилечь новых жителей да 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 так у тебя интеллект вот она нам пригодится для того чтобы делать а и да я забыл нам нужно было отправить одного жителя в пустошь а повесить уровень одного жителя и мы получим это как это 3 миссии с лутбоксами давайте быстро сделаем искорение это даст нам кучу воды привет лутбокс печатай воды нужно и вы тоже получили ланчбокс нажмите на символ ланчбокса в меню пип боя чтобы открыть его или купить еще ланчбоксов но мы покупать не будем потому что настоящий ниндзя играет бесплатно так у нее ловкости нету так что и конечно лучше будет лабора работать лаборатории но так себе итак что я говорил насчет того что людям может не нравится а да сперва давайте откроем ланчбокс что у нас здесь крышки оружие а я забыл надо было и гадать чуваку сперва упс увеличитель стекло стимулятор да и у нас легендарка алистер тэн пенни можно и гастразу выгоню наверное нет да в объединенных комнатах можно разместить больше жителей и производить больше ресурсов да 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 тэн пенни ублюдок окей сколько тебе восприятие 11 харизм 11 интеллект 9 удачи 10 итак то есть у нас хорошо будет очищать воду остальное у него не очень окей идея нужно больше жилых комнат уры лотбокс и да по нужно больше по вроде назначить жителей жилые комнаты возможно вам повезет нет я не буду это грелос сейчас потому что мне не нужно больше жителей так мне нужно желая комната именно уже настроить лифт вниз то что это уже будет четвертый уровень надо здесь нужно будет разбирать камни но это мне не нужно сейчас я хочу построить еще одну жилую комнату чтобы сделать здесь жилой комплекс внутри ячейки мужчины и женщины которых определили в жилую комнату могут родиться дети да итак тэн пенни привет а че буду пока я больше о тебе вспоминать не буду итак что я говорил о том что людям может не нравится работа на которых определили так это связано с тем что в игре есть свои особенности и например если у человека посмотрите у человека высокое восприятие и высокая харизма и высокая удача да то есть он может хорошо работать на очистке воды и в радио сейчас ему нравится работать видно что у него поднимается настроение если настроение поднимается до 75 и не падает особо да вы можете выдать оружие и одежду жителю а также принести антиродимы стимуляторы на подлинные информации которые появляются после нажатия на самого жителя это вот здесь вот это вот кнопки это означает что у него 75 это значит что работа ему нравится но если у него например есть две два параметра то никогда не узнаешь что ему нравится на самом деле поэтому это такое себе интересное дело ой еще один так она у нас тоже никакая да куда бы вас определять теперь ну иди и работай только у нас крышек нету так еще один футбокс ланшбокс энергия хорошо я бы его не бы от воды не отказался усиленная штурмовая винтовка это эпическое оружие 8.11 откуда я его получил на самом начале игры о крышке спасибо будильник а еще один персонаж а нет броня кстати эпическая тяжелая рейдерская броня это ловкость да и так что за задание поставь на 2 или 3 для ноговые комнаты вы идите их хорошо так что у нас задание 50 еды и 50 воды выдать оружие одному жителю это легко и так что я могу сказать а давайте выдаем ну сперва людям которые здесь в энергии работают душа через них все будут проходить по идее и так бери усиленную штурмовую винтовку и мы получили немного монеток нам нужно задание собрать 100 единиц энергии надо было сделать раньше задание на выдачу оружия окей что я хотел сказать чем выше у человека ловкость и чем больше вы ее развиваете параметром тем быстрее работается в этой столовой им поэтому не обязательно выдавать предметы именно лоу ловельным ну никаким персонажем это даже контрпродуктивно иногда еще один никакой да вы издеваетесь а ну иди на мне нужно их обрали в пустошь так давайте ускорим здесь или хочу ждать я хочу получить больше воды и мне нужно еще две воды так ребята вы сможете еще раз ускориться или у вас будет обрал вы смогли спасибо лотбоксы а какая у меня миссия следующий а выдательника всем жителю вот это я ждал зря я это сделал сейчас окей но можно сделать просто так и готова я получил еще один лотбокс я лотбоксы лотбоксы сюда здесь у нас если я правильно помню должен быть мистер хэнди или он выдается уже по-другому энергия кстати хорошо ушный револьвер ладно тоже неплохо крышки замечательно дэнис кёртис ловкость следующий чел лотбокс 10 миллилитровый пистолет замечательно пища хорошо еще крышки и и улучшенный гвоздемет окей у нас не хватает вместо после года хороший губерщик лишат все вещи найденные в пустоши или ланчбоксов нажмите на насчет с коробками и больше вы видите какие предмет у вас есть и проблема в том что у нас кончается место у нас мест на скаре 80 нам нужно построить склад я его люблю ставить вот здесь потому что он будет тройными и и длинным но нам нужно еще до того жителя летали ау ну вот он как раз и двое ребят ладно он у нас ловкий по идее да да ловкий иди работай а ты кто а ты никто иди работай тоже в принципе окей теперь у нас есть кладовая и люблю оставить здесь потому что она будет тройной и будет нормально нам давать всего теперь нам нужно увеличить немного размер убежища не высказал ломать камни 2017 о боже стартовый набор волк так потрясающая выгода один набор на убежище в этом наборе есть все чтобы быстро прыгнуть с жизни по землей стартовый набор входит один легендарный житель два редких жителя один легендарный питомец кстати это очень классно потому что питомец в начале игры это замечательно один мистер помощник квантовая дискола и и много других ресурсов что у нас то идите вы нахер с такой ценой и серьезно ну окей так у нас вода и еда энергия так чего у нас не хватает у нас энергии уже немного не хватает поэтому нам нужно ее расширять генератор и заодно у нас будет место для этих людей которые гуляют просто так у нас кто и и работай ты у нас кто иди работай а ты у нас кто иди сюда работай кладовая комната увеличится максимальное количество костюмов и оружия по идее кладовая комната нужна для того чтобы люди просто не бегали по убежищу это такой вот тоже иди работа вы работаете да я вот не знаю почему но последний год из патчей людям иногда не нравится работать друг с другом ну вот видите 50 ну здесь у них конечно нету силы чтобы работать здесь но это такое конечно так кажется я рановато отправил кота без оружия и себе так долго так то у нас прошло о ловкость прогодится шлях потом куда бы ее отправить и работаем создав медпункт и вы сможете производить стимуляторы и лечить раненых жителей и вот теперь мы подошли к стимуляторам и так далее а мне не хватает монеток я хотел поставить о я хотел поставить комнату со стимуляторами сюда чтобы ну медпункт сюда и здесь рада комнату родовые создавать потому что этой комнаты которые вы просто обязаны держать поединице потому что у людей с интеллектом обычно очень слабо с этим как сказать с бустами и силой но они хорошо защищаются с их он так как бы это было не странно хотя не знаю может быть это уже изменили я уже давно не играл так что у нас следующий продать оружие или костюм изи вот это срань продать даже кнопка собрать среди с пищи я на втором экране могу все сломал нам нужно немного добрать монеток и так следующий кто у меня отправлялся это скорпион летун он хотел уйти в пустошь кто-то у нас здесь за большие у нас есть из вас тут никто а здесь а я вообще на то на пробудку воды но похоже ей нравится работа здесь кстати как-то было бы не странно а у них у всех выносы есть одинаковые ясно так ладно джонатан херви теперь это у меня скорпион летун я тебе дам оружие например вот тебе пицца лет маски всего нет пицца лет ладно харви иди работай так гуляй гуляй да да мне нужно повышать их шансы на выживание но необязательно на самом деле и всеми так хорошо так здесь я поставил гвоздемет потому что это фактически пирогронтов которые будут перед противники ну поехал поехал женщина вам охотничье оружие и тоже идите работать так говоришь ты тэн пэнни имеешь высокую удачу в десятку да и так я ускорю это и получу больше монеток хорошо тэн пэнни да он дал мне чуть больше монеток кажется и теперь я могу поставить медпункт ей но наверное я не хочу его ставить на этот раз сюда я лучше поставлю медпункт другом месте но в каком монете комната нужно сделать тройными все но медпункты я хочу сделать одинарным так что пожалуй он будет на одном из последних уровней куда будут идти противники это вот здесь вот этот правый уровень ладно тогда я значит не хочу его сейчас делать вот почему это здесь на компьютере появляется именно закрывая кнопку создания лифтов и так далее вот два лифта сразу замечательно я наверное хочу поставить медпункт вот здесь последней комнаты до которой могут дойти рейдеры и так далее ну не совсем последний просто последний до которой ним по расчета должны доходить так судя по всему здесь у нас три комнаты помещается как раз идеально почему я ставлю лифты здесь потому что так быстрее передвигаться по ним следующий у нас вот 1050 1075 только тогда я смогу нормально все получить ну ладно ладно воду 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 мы почти собрали хорошо итак у нас не хватает немного еды это вот этот слой будет с едой и до по идее мне надо было бы снести вот эту вот комнату но тогда у меня ничего не соединяет вот эти вот комнаты вот эти три и они могут и она просто не сможешь сломаться сейчас неудобно неудобно следующий квест у меня по идее должен быть квестом на прокачку здания поэтому ждем что там у скорби дудень подлетишь на опасно близкой дистанции он смог убить дудня надо же 255 опыта а может 25 потому что 255 это как бы больше чем вот столько интересно что тут у кота нет видимо здесь немного по-другому рассчитывается опыт потому что не понимаю почему так много опыта получается если я сейчас отзову то и это займет у него два раза меньше времени чем он бы шел вперед я не знаю чем это связано наверно потому что как бы считается что идти вперед сложнее чем идти назад и все такое обычно у людей которых я посылаю в кустыш уже сейчас находятся всякие интересные вещи и так далее но похоже что ничего не получилось сейчас там и так вот он у нас хлам и его можно пускать на предметы но я обычно продаю все что больше трех штук потому что я не люблю создавать предметов этой игре только по квестам и то если совсем уж нужно потому что это занимает кучу времени тратит кучу ресурсов монетки там и так далее кстати не знал что это можно нажимать и это я скажу просто бесполезно в плане геймплея а мы можем еще ускорить 49 процентов лучше не надо шансы один к дому что не заходит я могу вот эти оружие нет нет но питомцев у меня их подавно нету так что слушание не надо вот и я зря оставляю вот эти три комнаты пустыми потому что их нельзя оставлять пустыми на самом деле потому что если я их оставляю пустыми то в них могут появляться противники а если в них появляются противник противники то с ними ничего не сделать и кстати 24 скажите мне чем я думал когда поставил здесь жилую комнату мне надо было здесь поставить еще одну столовую или еще что и поставить этот уровень помощника мистера хэнди очень думал серьезно так должен родиться один ребенок вот это уже зло так кто у нас здесь девушки идите танцевать парни ну и останется одна девушка ладно мне кажется и женщину в этом убежище больше чем парни кажется да окей так четвертый кто мне просился это гравий и он хотел на радиовышку но радиовышки у меня пока нет это плохо кот зачем ты вступил в бой с его гаем если у тебя нету даже оружие о боже я не понимаю иногда логику жителей убежища нужно больше еды на энергию мы кажется получим быстрее да вот сейчас я скоро здесь получу уже энергию через 15 секунд то что здесь у меня работают люди с высокой силой ну как высокой выше среднего хотя на самом деле среднем могло было бы считаться пять но в этой игре средний это один или два ну что ж ну что ж потушите один пожар убежище легко парни давайте ускориться пожар происшествие случается при провале ускорения или же просто сами по себе жители находящихся в комнате где случилось происшествие автоматически начинают принимать меры по борьбе с бедствием в ходе этой борьбы жители теряют здоровье если жители потерпят поражение происшествие распространяется и на соседнюю комнату подсказка перебрасывайте жителей в комнату где случилось происшествие и уведите оттуда раненых чтобы они не погибли но они уже потушили пожар и все замечательно отправить в подключить комнату трех жителей окей чувак иди сюда ты иди сюда вы здесь закончили окей мы знаем это теперь идите сюда парень парень иди сюда и вот так это делается сперва сюда хотя у них хоризм высокий так что он сюда тоже по идее считается правильной комнатой но она не производит щегол кроме детей так что ладно теперь мне нужно повысить уровень четырех жителей и собрать немного еды парень а у вас уже заканчивается ладно что у нас здесь ты ж недавно убивал дутни как нифиг делать ладно извини кот но тебе надо отозвать кажется я зря тебя отправил без вещей вообще окей окей да и у нас есть немного денег чтобы построить лифт и поставить там справа медпункт так я помню здесь была умная женщина ты ну вроде бы ты хэзер 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 лада ты у нас работаешь в медпункте еще что могу сказать людям нравится иногда работать в этом в одном и том же месте так с этим Итак, теперь у нас будут медпакеты. Ускорим все. Ой, да вы издеваетесь. Ты? Ты иди помогай. Можно как-то отключить? Да, пожалуй, да. И вот это вот. А, она сама быстро расступалась. Ну, видимо, я не в скорость сейчас. Ну, если я в скорость сейчас, то и смогу это сделать, то у меня будет больше опыта. И больше опыта означает, что она будет ближе к левелапу. Да уж, ну, что-то. Окей. Во время происшествий люди здесь начинают как бы вставать в режим опасности и двигаться куда-то. Куда ты двигаешься, кстати, женщина. Но это не так уж. Как сказать. Ух ты, боюсь, уровень счастья одного жителя доста. Ну, у меня скоро будет счастья двух жителей доста, понятно. Кажется. Да, 75, 75. Мне нравится это делать, мне нравится танцевать. И скоро будет 100. Когда... У них будет ребенок. Кстати, я бы пропустил этот квест. Он немного неудобен. Начали эры. Конечно, мне нужны монетки, но не настолько. Набрать свои единицы энергии. Это можно. Это легко. И если из любой комнаты отправить... Оу. Угу. Почему не могут... А, первая косана именно такая, да? И поэтому я не могу... О, привет. И в этом я не могу убрать зом. Да? Хорошо. Отравишь вкусных двух жителей. Легко. Вероника и Харри. Окей. Харри. А, можно отпустить. Харри. Иди сюда, работай. Вероника. А, кто-то такая. Ну, понятно. Я отправлю работать дальше в столовую. Ну, у нее сила есть, конечно. Но. Ладно. А, ты минус один к силе. Настри сюда. Двухаре. Ну, иди работай, что? Конечно, ты тупая. По меркам этой игры. Но все-таки. Единица по интеллекту, и она будет работать над лечением, да. Замечательно. Я не очень умный. Так. Ну, тут двое людей уже и ходят. Так-так. В принципе, я могу сделать вот так. Ты, иди. Ты, иди. Ты получай время. Окей. Сейчас на нее оба выйдут. Первый. Второй. Пошел. Окей. Ты, иди назад. Ты, иди назад. Ага. Идите работайте обратно. В принципе, хороший план. Получилось немного халявных монеток. А-а-а-а. Блин. Вот за это я ненавижу эти квесты. Ладно, идите на сути. Почему бы нет? Получилось, что беременные жители, они не будут участвовать во всяких опасных ситуациях. Они просто спрятаться в своих комнатах и будут сидеть там, пока не начнется конец света. Ну, технически он уже начался и закончился, но все-таки. Боже. Итак, нам нужно 16 жителей. Вообще, по идее, лучше бы я этот квас быстро пропустил. Так, есть у вас кто с уровнем? Народ. 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 Уровни. Кто-нибудь. А ты у нас какой? 32-го уровня. Боже, сколько у него здоровья получается. Вот у нас скоро ловолапница. Здесь люди. Ребята, давайте я вас ускорю. Отлично. Ближе? Ближе. Здесь, ребята, вы уже недавно ловолапались. А здесь уже можно, да. Давайте еще раз. Вот этим, думаю, здесь нравится работать. Сказал я. Ну, давить тараканов. Че уж. Это всего лишь тараканы. Окей. Получший лёпот. Конечно, не так много, но все. Да вы издеваетесь! Парни! Ребята! У вас было 32 процента! Да это было 22 процента! Как вы фейлите так сильно! Давайте еще раз. Вы же на этот раз не зафейлите, да? Спасибо. Опыт? Да. Уже лучше. Боже. Что это было сейчас? Скорпион летун уже получил где-то радиацию. Две крышки нашел. Девять урон от радиации. Ред таракан. Замечательно. Окей. Кот почти вернулся. Окей. Кот почти вернулся. Я просто хочу подождать, пока кот не придет обратно в убежище. Чтобы собрать у него крышки, дать ему оружие и отправить его еще раз. Ой. Чуть не сломал лифт. Зачем только. О, левел ап. Ребята. Я знаю, у тебя почти левел ап. Да. В принципе, я могу здесь ускорить. Вау. Нет. Кстати, сколько у нас максимум стим-пакетов? А, максимума уже нету? Нет, вы гоните. Да, у нас максимум 15. Максимум есть. Да. Так, значит, эти две комнаты у нас будут комнаты, где будет производиться родовый. Ясно. Ясно. Ну, у тебя уже левел ап должен быть. Давай. Давай. Спасибо. Крышки. Крышки. Что у нас следующее? Четыре лысых жителей? Как я вам это сделаю? Что? Кто у нас еще лысый? Я не вижу лысых жителей, кроме вот этого парня. Денис? Да, ты прям лысый. Ну, почти. Немного облысевший. Итак, у нас есть крышки, но нам нужно больше жителей. Хм. Что же сделать? Квесты у нас пока еще не начались, да. Нам нужно создать до... Комнату смотрителя, чтобы я смог сделать квесты. Итак, что мы можем делать? Неплохое оружие для стрельбы по целям без брони. Самый распространенный пистолет в пустоши. Грязное, наверное, оружие, на которое можно положиться. Уделенное оружие для тех, кому нужна всего одна пушка. Когда-нибудь видели голого рейдера, прибитую к стене? Винтовка Виктория. Это у Тенпенния, да? С таким оружием снайпер может выиграть войну. Да. Не дольше она сверху. Дальше у нас костюмы. 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 Ниндзя. Вы тишина. Вы тень. Вы ниндзя. Любимый костюм риэлторов и элиты пустоши. Чтоб он сгорел в своем... Для психа, который командует другими психами. О, кот вернулся. Потому что тех, кто спит, отправляют в пустошь. Окей. Так, я могу тебе выдать оружие? У меня нет оружия, у меня нет оружия. Итак. У тебя есть оружие. У тебя есть оружие. Кот. Ай. Бери оружие. Отправились обратно. А, искал обратно. Ну, ну, чё-то такое. Отправляйся. Сюда. Гуляй. У тебя теперь есть оружие. Так. Нам нужен еще один беременный. Ну да, легко. Идите. Вот, танцуйте. А ты иди... Куда? Ау. Ну, иди сюда. Плохо все. Ой. Нет, а кнопка. Какая-то кнопка. Оно хорошо сжигает муряев. Не так эффективно против ретаркенов. Посмотрите на мир, которого уже нет. Или просто разгрузите эту штуку, если вам скучно. Вкусно шито можно использовать только в качестве топового оружия. Алистер Тенпенни. Черт по двери. Первый житель элита... И это Тенпенни. Господи. Как я умудрился. Ну, 7 на 7, в принципе. В переменных жительстве. Но это не считается, потому что они должны были быть... Они должны забеременеть с момента начала квеста. А я, как и дело, сделал и начал играть раньше. Да. Был у нас кто? Паркер и Вебстер. Да, скридин у вас не очень. Может, как-нибудь так. Окей. Это я сломаю, пожалуй. Также поставлю лифт. Потому что, почему бы и нет. Следующее, что нужно сделать, это... Ну, я не знаю, как сделать еще трех лучших жителей. Раньше стилиста получить раньше времени. Но так это невозможно сейчас, потому что... Парикмахерская водопись от жителей требует. Но награда стоящая. Ее можно подождать. В принципе, нам нужно поставить еще одну столовую. Поставлю ее здесь. Теперь у нас хотя бы... Нам нужно было поставить еще одну станцию почистки воды. Спасибо. Я идиот. Так. 100, 100, 100. Почему 100? Должно было быть 300. Или... А, 50. О. Ясно. Я неправильно считаю. Генератор усилим здесь. Да. Он теперь, конечно, будет работать медленнее, но... Эти два парня нам сделают кучу всего. Отсюда будет идти основная... Нагрузка на электросеть. Даже улучшим немного комнату, потому что нам надо ее улучшить. Кстати, комнату я теперь могу улучшать только... За большую цену, потому что... Вот эти вот сдвоенные. Потому что они сдвоенные. Но все-таки идет небольшая скидка, вроде как. Итак, у нас... Учистка воды там. Лучше идите туда, на самом деле. Потому что... Там будет эффективнее нам. Это у нас вроде бы ловкая была. Ты, кажется, тоже, да? Нет? Ясно. Все с вами ясно. Очистка воды. Ну ладно, неплохо. На будущее. Ловкости. Хорошо. Ну, у кота теперь лучше все. Скорпи. Ну, пока не очень. Может, надо играть тоже обратно вернуть. И... Закончим все на... Собирании ста энергии, пожалуй, да? Мне жаль же, пока эти двое... Пока эти двое начнут танцевать. Хотя бы. Да? Ребята, нам нужно больше энергии. Чоп-чоп. Окей. Латтер, ты хотел, чтобы тебя ударило током. Я помню это. Браво. Это немного не ток, но... Пожалуй, тебя покусал рад таракан. А еще у него очень плохо с ловкостью, и поэтому он немного не попадает. У него очень плохо с ловкостью. Поэтому он немного не попадает. Упс. Ладно, давай еще раз. На бис. Замечательно. Ну что ж. Это убежище... Начинает развиваться. Сохранимся. На всякий случай. Игра, конечно, автоматически... Автоматически сохраняет все, но... Я не полагаюсь на это. Так, это мы можем сломать. Что мы можем улучшить? Или поставить. Ну и по идее надо ставить лабораторию следующей. И потом уже кабинет смотрителя. Но это будет уже в следующей серии, по идее. О! Неужели вы станцевали? Неужели? Хорошо, что я подождал. И? И... Найс! О, у нас следующий класт. О, еще один пожар. Флаттер, ты хочешь подгореть? Не спрашивайте. Извини, Флаттер. Твой первый день на учебном месте. Он повторяется. Ну что ж. Потушили. Получить уровень в пустоши. Но это будет... Это вы что, блядь, издеваетесь? А... Это я точно пробущу завтра. Потому что ждать... Это фактически нужно... Смотрите. Житель забеременела. И нужно ждать, пока она не разродится. Как бы. А ждать это... Как бы долго. Так. Куда мы можем тебя отправить? Иди работай электриком. Почему нет? О, боже. Ну, улучшим эту комнату. О. Почти. Ладно. Но нам нужна вода. Так что ускорим комнату с водой. Это даст нам 19. Если даст нам 19, да. О. Успешно. Я вот что заметил. С такими вот пожарами обычно справляются лучше ловкие и умные люди. Почему-то. Игра, наверное, на это заточена. Окей. Окей. И теперь можно улучшить электрику. Отлично, ребята. У нас теперь много работы, конечно, в этой комнате. Кстати, заметили? Здесь только одна турбина. А здесь турбины нету. Здесь уже вот эти вот я не знаю, что это, кстати. Но комнаты немного меняются после того, как они улучшаются. Ну, соединяются с другими комнатами. Стимпак, это хорошо. Ну, следующий у нас кто получит туре, это явно код. Я думаю, это же отзову скорпа от следующей серии. В начале. Или сейчас отозвать. И завтра уже его взять. Ну, давайте отзовем обоих. Ну, что ж. Я думаю, это убежитие будет стабильно выживать. Все будет здесь хорошо. и не забывайте писать в комментариях, если вы хотите попасть в эту небольшую не знаю, что. Кстати, где? А, вижу тебе. Сто-то сона монетка. А-а-а. Замечательно. Люблю эту гнезакомницу. Он всегда дарит мне монетки, если я ее нахожу. А, я стараюсь ее находить. Да, комната улучшается по мере улучшения уровня. И максимум этот третий уровень. И не забывайте писать в комментариях, хотели вы попасть в эту серию прохождений и кем вы хотите стать. Гравия мы пока не нашли. Ждем, пока придет человек с высоким уровнем харизмы и когда мы построим радиокомнату. Эта радиостудия у нас будет после комнаты смотрителя. У-у-у. Интересно. Кстати, как я помню, комната смотрителя занимает две ячейки, поэтому ее надо бы поставить вот здесь. По идее. Ну, посмотрим. В нее обычно просто никто не заходит. Ну, что ж. Всем спасибо, кто это смотрел и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.